ракета apollon saturn 5 будет использоваться для выполнения масштабных пилотируемых космических миссий включая высадку американских астронавтов на луну и их возвращение на землю размеры и мощность этой ракеты высотой 365 футов определили конструкцию сборочного и стартового комплексов первого действующего космодрома нас космического центра имени джона кеннеди во флориде космодром расположен на острове мерит прямо через реку банана от мыса кеннеди размеры сооружения оборудования доминируют в космическом центре среди них 52-этажное здание для сборки ракет центр управления запуском мобильные пусковые установки транспортный комплекс мобильная сервисная конструкция и пути для запуска в пяти милях к югу находится промышленная зона где работает большая часть из 20 тысяч сотрудников наса занимающихся запуском космических кораблей это штаб-квартира космического центра из этого здания директор центра доктор курт дипс и его команда руководили всеми запусками наса на мысе кеннеди а также запусками тяжелых ракет apollon saturn 5 на космодром здание информационных систем это банк данных космического центра в нем находятся компьютеры и другие электронные системы которые отслеживают управляют записывают и хранят информацию о каждом запуске нас здание для пилотируемых космических полетов одно из самых больших в нем расположены офисы лаборатории и жилые помещения для астронавтов в высоком зале этого здания проходит испытание и подготовка к полету ступеней космического корабля apollon и лунного модуля это включает в себя компьютерную проверку компонентов испытания на герметичность в огромной вакуумной камере которая может имитировать высоту 250 тысяч фейсс из культуры тест комплекс а series of buildings used to test spacecraft systems which employee toxic or otherwise has it is здание пиротехнической установки где на космический корабль загружается топлива а также определяется вес и баланс космического корабля включая астронавт и его личную кушетку полеты в космос отрабатываются в центре подготовки астронавтов для подготовки экипажей к полетам используется симулятор космического корабля apollon который может в электронном виде воспроизвести весь полет на луну и обратно имитатор лунного модуля используется для отработки высадки на луну а также обратного полета астронавта с луны к орбитальному командному моду 5 ступени аполлона сатурна производится в луизиане калифорнии и нью-йорке и доставляются в космический центр кеннеди на барже или воздушный транспорт это первая ступень сатурна и длиной сто тридцать восемь футов и весом 300 фунтов ее пять двигателей генерируют тягу в 7,5 миллионов ступень перемещена в низкий отсек здания сборки транспортных средств первая ступень и две верхние ступени сеттерн в осмотрены и подготовлены к сборке в нижнем отсеке контролируемая среда этого здания устраняет проблемы прошлого вызванные длительным воздействием ветра дождя и коррозии на ракеты-носитель когда они были собраны на стартовой площадке два аппарата apollon saturn могут быть собраны за один раз в районе хай бэй ширина каждого из них составляет 150 футов а высота 52 этажа старифа платформа для сборки apollo saturn и это мобильная пусковая установка башня высотой в 44 этажа является подвижной и служит платформой с которой запускается сеттерн 5 ключом к мобильной концепции работы космодрома является гигантское гусеничное транспортное средство транспортер транспортер весом почти в 6 миллионов фунтов может поднимать балансировать и перемещать мобильную пусковую установку весом в 11 миллионов фунтов двери сборочного цеха высотой 450 футов открываются чтобы пропустить транспортер с его огромным грузом внутри цеха ракету-носитель опускают на стальные опоры и транспортер отъезжает теперь начинается сборка ступеней ракеты-носителя saturn 5 первая ступень поднимается над стальным каркасом цеха и опускается на платформу мобильной пусковой установки рабочие платформы некоторые из которых размером с трехэтажное здание выдвигаются из стен цеха и окружают ракету-носитель обеспечивая доступ технику к ней затем устанавливаются вторая и третья ступени ракеты-носителя saturn 5 затем космический корабль аполлон с его двигателями и лунными модулями стыкуется с ракетой-носителя наконец устанавливается система аварийного спасения чтобы завершить сборку 365 футовой ракеты к ракете-носителю прикреплены 9 манипуляторов они подают электричество связь и топливо к ракете-носителю и космическому кораблю на протяжении всей сборки техники проводят электрические и механические испытания эти испытания контролируются приборами в одном из четырех залов управления запуском эти приборы остаются подключенными к аполлону с момента сборки до запуска и постоянно передают информацию о работе систем ракеты-носителя экипажа отчет времени перед запуском также ведется из этого зала примерно за две недели до запуска полностью собранный аполлон с ракетой-носителя saturn 5 перемещается на стартовую площадку три мили преодолеваются со скоростью 1 мили в час по специально построенной дороге восьмиполосная гусеничная дорога шириной 18 миллионов фунтов выдерживает нагрузку гидравлическая система выравнивания транспортера поддерживает равновесие мобильной пусковой установки и ракеты-носителя во время подъема на 5 градусов к вершине стартовой площадки когда аполлон saturn 5 будет готов запуску мобильная платформа доставит его на стартовую площадку эта башня высотой 400 футов имеет 5 круглых платформ которые обеспечивают доступ космическому кораблю для финального обслуживания перед запуском когда эта работа будет завершена мобильная платформа вернется на свое место и аполлон saturn 5 будет готов запуску когда этот день наступит в 1967 году миллионы людей будут смотреть запуск по телевизору а пока всех желающих приглашают посетить космодром наса организует ежедневные автобусные экскурсии экскурсия начинается с выставочной площадки у главных ворот космического центра стоимость экскурсии умеренная чтобы покрыть расходы на ее проведение экскурсия включает посещение космодрома и мыса кеннеди и длится 2 часа 15 минут по воскресеньям посетители могут бесплатно проехать по территории космодрома на своих автомобилях в будущем когда ожидается что космодром будут посещать миллионы людей здесь построят информационный центр для посетителей таким образом посетители со всего мира смогут увидеть эти объекты американского космодрома научный центр созданный для решения величайшей задачи человечества исследование луны планет и космоса за их пределами бутербродукт и по поводу полагаю табел мы и Субтитры создавал DimaTorzok